Продолжение следует... Вадим Студент из Москвы. Добавляет ли такой ответ аргумента в сторону досрочных снятий полномочий президента? Ну, в общем, ответ, прямо скажем, довольно странный со стороны президента. Ну, я же работаю, значит, что вы меня подталкиваете? Определённо я могу сказать только то, что 6 лет будет у следующего, но это и так понятно, 6 лет будет только у следующего, закон обратной силы не имеет. Вот. Но, понимаете, мы не слышали интонации. Может быть, это всё-таки, я надеюсь, я себя утешаю тем, что это было сказано всё-таки с иронической интонацией, в шутку. Надеюсь. Потому что если это было сказано не в шутку, то странно, что президент великой термоядерной державы отвечает вот так на вопрос о том, собирается ли он уходить с поста президента. Довольно странный ответ, надо сказать правду. Тем более, что в некоторых случаях металла в голосе не занимать, когда речь идёт, допустим, о Грузии, о ракетах, там ответы довольно определённые и жёсткие. И довольно странно, что здесь не прозвучал жёсткий и определённый ответ. Поэтому я утешаю себя только тем, что, наверное, это всё-таки было сказано с иронической интонацией. Надеюсь, что так. Но попытка уйти от, скажем, бескомпромиссного ответа, такого расплывчатого ответа, о чём это говорит, на ваш взгляд? Ну, я ещё раз говорю, что я надеюсь, что это была ироническая интонация. Если же это было сказано всерьёз, вот так, то она говорит о том, что действительно непонятно, уйдёт или не уйдёт. А если непонятно, если непонятно, то тогда понятно, что очень даже может быть, что и уйдёт. Вот. И тогда всё это приобретает довольно определённые очертания. Но я ещё раз подчёркиваю, тогда, если действительно это было сказано без иронии, если это было сказано как единственный ответ на такой вопрос, то тогда картина складывается довольно определённая, по-моему, сейчас, в каком-то бешеном темпе, чуть ли не за неделю, Дума и Совет Федерации на перегонки просто. Как пионеры, которые получили задания от старших. Значит, будь готов, всегда готов. На перегонки принимают закон и меняющий Конституцию. Чем вызвана спешка? Сегодня действительно Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в Конституцию. 6,5 лет, соответственно, для президента и для Думы. Но вот мало кто объясняет, к чему такая спешка. Почему именно сейчас момент, почему выбран именно этот? Так вот, я говорю, что мало того, что они приняли это в первом чтении, они чуть ли через три дня собираются сразу во втором и третьем. 19 числа, да. Ну, это фантастика какая-то. Горит, что ли? Вот. Значит, в таком бешеном темпе принимает Дума на перегонки соцсоревнования Совет Федерации, а потом отрапортует буквально в один день собрание законодательной всех субъектов Федерации о том, что они тоже приняли. И тогда по Конституции эта поправка внесена в нашу Конституцию на законнейшем, перезаконнейшем основании. И после этого, если действительно, если действительно Медведев собирается уходить, то вот этот момент тогда будет объявлен для ухода. Конституцию изменили, и по этой причине назначаем новые выборы. Конечно, связь между тем, что А. Конституцию изменили, Б. По этой причине назначаем новые выборы, это связь по принципу в огороде Бузиновке и Ведятька. Но, тем не менее, это хоть какое-то объяснение, хоть какая-то связь. Потому что если Конституцию изменили, и ничего не произошло, то тогда, мы возвращаемся к теме прошлого особого мнения, то тогда надо придумать какую-то другую мотивировку. Почему президент может уйти? Молодой, здоровый, только-только начавший работать человек, по какой причине он может уйти? Ну, невозможно, по-моему, изобрести такую причину. Так что, если действительно планируется его уход, то это может произойти быстро, сразу после принятия соответствующих поправок в текст Конституции. Если же он никуда не собирается уходить, ну, тогда он доработает 4 года, но тогда вся эта спешка и вся эта гонка, и вообще вся эта история становится совершенно непонятной, так же, как непонятен, и этот действительно довольно странный, с моей точки зрения, ответ французскому корреспонденту. Ну, если он уходит досрочно в отставку, сразу же после принятия, после внесения поправок в Конституцию, и этим мотивируя свой уход, значит, по идее, по этой же логике, он должен выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это почему? Вместе с Владимиром Путином. Ну, как, если он уходит из-за того, что Конституция изменилась, да? Так. Да, и мотивирует это решение именно этим, в свой год именно этим. Ну, и что? Ну, давайте попробуйте меня избрать тогда в новых условиях, например, скажет он. Погодите, Алексей, вот когда вы будете президентом Российской Федерации, то тогда вы так поступите. А пока президент Российской Федерации... Этого не случится. Никогда не говори никогда. А пока президент Российской Федерации Д.А. Медведев, то я не думаю, что он выставит свою кандидатуру. У меня такое впечатление, что ради того, чтобы выставить свою кандидатуру второй раз, едва ли стоило начинать всю эту историю. Его избрали на четыре года. Четыре года – это довольно длинный срок. Как теперь, правда, выяснилось, недостаточный, но, тем не менее, достаточно большой срок, чтобы не начинать через полгода вот такую странную процедуру. Поэтому я думаю, что если он уйдет, то президентом, безусловно, станет Путин на 12 лет. Это как бы для меня самоочевидно, по-моему, для всех самоочевидно. 6 плюс 6. Ну, а как вам версия, которая сводится к тому, что, словами Дведева, да и, в общем, спешка, просто президентские законопроекты в приоритетном порядке Дума рассматривает традиционно, да? Допустим. Ну, а упоминание Медведевым вот этой инициативы в послании – лишь сигнал. Ваш ответ через минуту. Сейчас пауза на эхи и артвии. Это еще раз особое мнение. Еще раз здравствуйте. Так вот, значит, некоторые наблюдатели полагали, что вот, коль скоро вся эта система чиновничья, бюрократическая машина, она общается с помощью сигналов, то Медведев просто дал сигнал. Сигнал о чем? Ребята, спокойно, мы надолго. Ну, по-моему, никто и не сомневается, так откровенно говоря. Никто и не сомневается, что надолго, но, может быть, и дал сигнал. Поскольку у нас обратной связи нет, спросить-то не у кого. Зачем вы это сказали? Может быть, сигнал дал? Господин Кособкин, представитель, полномочий, представитель президента в Госдуме, например, сказал, что шестилетний срок напрямую связан с тем, что мы перешли на трехлетний бюджет. Может быть, я еще раз повторяю, может быть, все. Немножко только странно в этой истории, если уж докапываться, что Медведев проработал в новой должности президентской всего лишь полгода. И после этого сказал, что четыре года это мало для того, чтобы всерьез руководить страной. Едва ли за полгода он мог точно узнать, что четыре года это мало. Значит, у него эта мысль была или его личная, или по договоренности с Путиным еще до того, как он стал президентом. Почему это не озвучивалось в таком случае во время президентской избирательной кампании? Много тут непонятного. Но если это сигнал о том, что мы пришли всерьез и надолго, то есть еще один сигнал о том же. Вот тут кризис, какое-то ощущение неуверенности, кто-то о чем-то мог подумать о каких-то вариантах. Так вот вам вариант. Шесть лет, плюс шесть лет и никаких гвоздей. Ну, может быть, и такой сигнал. Но я еще раз повторяю, по-моему, никто и не сомневался, что всерьез и надолго. А некоторые этот сигнал восприняли действительно очень хорошо. Например, Кадыров заявил, что в России нужно пожизненное президентство. И очень правильно это мотивировало. Он сказал, неужели мы хуже, мы Россия, неужели мы хуже, чем Казахстан, Туркменистан и Узбекистан? Там пожизненное президентство? Почему у нас не должно быть? Разве наш президент, ну, он Путина имел в виду, меньше пользы приносит своему народу, чем Назарбаев, Туркменбаши, Каримов и так далее? Надо сказать, что я в данном случае полностью согласен с господином Кадыровым. Мы не хуже Туркменистана, мы не хуже Узбекистана и мы, несомненно, не хуже Казахстана. Было бы странно, если бы мы были хуже. И пожизненное президентство – вещь с некоторой точки зрения полезная, разная есть на этот счет точки зрения. Но вот до начала XX века вообще власть была пожизненная, это было власть царей, властьей и наследственной, и ничего, справлялись. Давайте, может быть, разовьем мысли, и, возможно, как кто-то из слушателей предложил в вопросах к вам, может быть, переименовать Госдуму в Верховный Совет, да и собирались бы они раз в полгода так, чтобы утвердить, проштамповать все внесенные законопроекты. Но они и так, по-моему, штампуют исправно. А что касается переименовать, ну это, опять же, требует изменения Конституции. У нас все делается, как известно, в точном соответствии с буквой Конституции. Это должны собраться местные и региональные законодательные собрания. И, разумеется, в соответствии с духом Конституции. Так же, как это делается, кстати, в Туркменистане, в Узбекистане, в Казахстане. Там все делается строго и точно по закону. Вот отступление от буквы закона, возможно, в Америке. Когда мы смотрим американские фильмы, там иногда судья говорит, это вот явная казуистика, это стопроцентная брехня, судья этого не разрешают. Вот это цена их хваленой демократии, нарушение буквы закона ради каких-то непонятных соображений. А у нас, так же, как в Туркмении, в Узбекистане, в Беларуси, очень строго соблюдается буква закона.